Блинникова Ольга. С сегодняшнего дня мы с вами будем встречаться в этой виртуальной комнате. Поэтому ссылку, по которой вы сегодня зашли, ее себе сохраните. Она не меняется. И по этой ссылке вы будете сюда приглашать ваших друзей, знакомых. Обязательно эту ссылку распространяйте в своем окружении. Сегодня утро. Вы знаете, такое прекрасное зимнее утро. Ничего не ожидаешь. Включаешь компьютер, подходишь, а там тебе говорят «бам!» и взломан скайп. Вы знаете, я думаю, что каждый ощущал, чувствовал свое внутреннее состояние, когда у вас что-то очень важное для вас. Просто-напросто ворует. Сегодня был взломан мой скайп. Поэтому у меня убедительная просьба. Взломали его ночью. Притом взлом был с телефона. Ну, по крайней мере, я так вижу сообщение, которое мне пришло. Я вижу, что это взлом был даже не из России. То есть, видно, с какой площадки, откуда, в общем-то, они присылают. Только сделать ты с этим ничего не можешь. Поэтому я вас очень прошу, прямо сегодня пройдите, кто добавлен, кто был у нас на тренажере в скайпе, кликните на меня и блокируйте сразу же и удаляйте меня из своей базы. Массовый банк, пожалуйста, ребята, сделайте. Потому что с моего скайпа пойдет спам. Я это знаю. Это не первое уже, ну, не первое воровство. От моего имени пойдут. А так пойдет вот информация. Не знаю, какого характера. Но блокируйте сразу любое сообщение, сразу в банк. Притом навсегда. Пожалуйста, защитите свои скайпы. Иначе у вас тоже их могут увезти. И ни по каким ссылкам от меня не переходить. Я теперь работаю только в Телеграме. Связь со мной в ВКонтакте, в Телеграме. Ну, WhatsApp, Viber. Номер-то телефона здесь ни при чем, а не у Вери Скайп. База очень большая. Поэтому я вас попрошу своим всем друзьям, кто через вас на меня тоже выходил, пожалуйста, сообщите. Ну, это вот была печальная новость. А теперь хорошая новость. Сейчас мы находимся в нашей виртуальной комнате. Здесь точно так же, как в Скайпе, я могу вам включать микрофон. А у вас, посмотрите, в правом, в левом уголочке есть микрофон и камера. И когда я вам даю слово, вы просто кликаете на этот микрофон, на камеру, если хотите быть у нас на экране. И мы вас точно так же слышим, как в Скайпе. Ничего не меняется. Просто вот эти две кнопки перенесены вверх. Но наше преимущество здесь, то, что запись идет автоматически. И все записи тренажера я буду выкладывать в наш гостевой чат Телеграм. Поэтому, кто еще не подключился к нашему гостевому чату клуба Мастер Гейм, просто это сегодня сделайте. Как туда попасть? Вы туда попадете через регистрацию в нашем клубе по ссылочке, которую вам даст тот человек, кто вас пригласил. Либо просто попросите у него ссылку на чат, либо пусть он вас сам туда, в наш гостевой чат добавит. Наш гостевой чат, он свободный по доступу. Он открыт для всех желающих. И тогда уже в нашем гостевом чате вы будете видеть очень много информации. Не только полезной для вашего бизнеса, но и вообще. Итак, все, печальные новости закончились, информационные тоже закончились. И теперь мы переходим уже непосредственно к нашей теме, к нашей встрече. Сегодня у нас с вами на дворе среда, а в среду мы с вами говорим про доход на отказы. Пожалуйста, поставьте мне цифру 1, есть ли у нас сегодня люди, которые еще не в курсе, что из себя представляет клуб Мастер Гейм, и какую роль играет тренажер, именно мастер диалога. Кто не знает это? Поставьте мне цифру 1. Все, я уже вижу, однерочка первая есть. Ну, значит, для наших приглашенных, для наших новичков. Очень коротко. Клуб Мастер Гейм был создан мной и Василием Писаренко 9 месяцев назад. То есть мы очень молодой клуб. Это клуб единомышленников. То есть это не какая-то компания. Мы не компания, ребята. Это клуб единомышленников. И нас объединяет инструмент, который нужен практически каждому человеку, кто пришел развиваться в интернет, строить свою компанию, продвигать какой-то продукт. Вы сейчас поймете всю ценность вообще, куда вы попали и какие у вас есть возможности, благодаря тому, что сейчас вы именно находитесь в клубе Мастер Гейм. Самый главный инструмент наш, это, конечно, наш ВК-мастер, наш виртуальный помощник. Сегодня на нем идет обновление. В пятницу у нас будет встреча с нашими программистами, которые нам расскажут, какие новые функции теперь у нашего помощника есть. Притом эта встреча будет в свободном доступе. Вы можете тоже, как новички, прийти, познакомиться. Можно из первых, как говорится, от создателя услышать и задать вопросы. Встреча будет здесь же, на этой площадке, только другая комната виртуальная. Поэтому просто опять присоединяйтесь к нам в наш гостевой чат, и информация вся вам будет доступна. Значит, наш помощник. Почему мы так сегодня трепетно и бережно отзываемся о нашем помощнике? Кто-то его называет «мой маленький малыш». Я говорю, просто у меня есть мой друг, работяга, который работает за меня 24 часа в социальной сети ВКонтакте. Он работает по ВКонтакте. Так вот, что он делает? А он вообще, ребят, за меня все делает. Я не хожу по социальным сетям. Я на это время вообще не трачу. Он аналитик. По нужным параметрам той целевой аудитории, с которой вы работаете, то есть вы даете ему параметры целевой аудитории, он анализирует интернет, собирает таких людей, затем он идет к ним, анализирует, то есть он полностью проводит анализ. И только после того, когда он понимает, что этот человек попадает вот в те параметры, которые вы ему дали, он начинает лайкать ему посты, лайкать сторисы, поздравлять с днем рождения, привлекать внимание этого человека к вашей страничке, и потом он подает заявку в друзья. И только после того, как вас принимает человек в друзья, он вступает с ним в контакт, то есть он делает первое касание. Я не бегаю, никого не ищу, и никому не спамят. Только после того, когда человек нас принимает, он отправляет наш текст приветствия. Как его настроить, какие тексты прописать, как их правильно прописать, это все в нашей онлайн-школе клуба Мастер Гейм. Вы пройдете полное обучение от чайника до профи. Это основа бизнеса, чтобы ваш бизнес развивался, и ваши команды очень быстро росли. То есть помощник делает практически все. Я сейчас не буду про его функционал, так как в пятницу у нас программист, нам все-все будет рассказывать с новыми функциями, с новыми дополнениями. Вас вообще ждет такая информация расширения работы, не только в ИК, но это давайте все на пятницу, и все к программисту. Сегодня партнеры уже получат доступ вечером. Ну, по крайней мере, нам было сказано, что до 18 вечера идет обновление на сайте. После 18 мы сможем уже заходить на сайт нашего помощника и смотреть, что же там изменилось. Так вот, после того, как помощник вам приводит человека, делает с ним первое касание, и вот здесь начинается вот этот момент, когда люди начинают с вами общаться. Кто-то вам пишет что-то, кто-то сразу выходит на разговор. Но наша с вами задача вообще, вот, да, как мы учим на тренажере, текст первого касания прописывать таким образом, чтобы человек уже с вами сам захотел разговаривать голосом, да, то есть начинать выстраивать именно доверительные отношения или нашу воронку продаж. Вчера вы были на тренажере, где мы разбирали систему построения больших команд с дубликацией контроля. Это как раз очень большая целевая аудитория, и сетевики относятся к ней, то есть те, кто строит команды. Так вот, когда вы делаете свое предложение, очень часто мы получаем отказы. Пожалуйста, мне сейчас в чате ставьте, ну, плюсики давайте. Давайте, я должна увидеть людей, кто получает отказы на ваше бизнес-предложение. Ставьте мне плюсики. Да, я получаю отказы. Плюсики пошли. Так вот, смотрите, нас сегодня здесь, давайте я вам включу, у меня, наверное, нет открыто, вы сами видите, что нас сегодня 30 человек, я думаю, что сейчас 30 плюсиков у нас пройдет по чату. Отказы, потому что получают все. Я еще не встречала сетевика, которые вообще не получают отказы. Я тоже, ребята, получаю отказы. И отказов много. Просто это момент, когда, допустим, вы начинаете разговаривать с человеком, делать, рассказывать ему что-то, и слышите в ответ, нет, у меня есть свой проект. Ой, у меня уже два проекта. Ой, нет, мне это не интересно, я хочу пассивный доход, я лучше инвестициями буду заниматься. Ой, нет, я не хочу, это вообще лохотрон, я хочу просто работать. Про просто работать мы в понедельник с вами говорили, да, две кнопки, и в кошелек падают деньги. Так вот, что делать с этими отказами? Кто хочет знать? Пишите, я. Кто хочет знать, что делать с отказами, и как их превратить в деньги? Самый важный вопрос сегодняшней встречи. Что нам с ними делать? Как нам себя вести? Вообще вот, где кроется секрет рекрутинга, когда никто тебе не может просто отказать? У них нету варианта другого. Он, у него один вариант, принять то, что вы ему предлагаете. И не важно, кто он, инвестор, мама, или вот те, кто говорят, я работать хочу. Не важно, кто. Вот это наша с вами задача. Научиться вступать в контакты таким образом, чтобы человек не мог сказать вам, пошла далеко и надолго. Так вот, действительно, сегодня, используя вопросную технику, которую я вам показывала в понедельник, мы с вами говорили о том, что нужно уметь всего лишь правильно задавать вопросы нужным людям в нужное время. С инвестором мы говорим по одной воронке утепления. С мамой в декрете у нас немножечко другие вопросы мы задаем, то есть мы выстраиваем уже другую воронку утепления. С сетевиком мы ищем вопросы. Вот все, кто у нас сегодня находятся уже как участники клуба, они имеют доступ к моей книге «Один универсальный скрипт для пяти целевых аудиторий». То есть мы с вами будем учиться разговаривать с любой целевой аудиторией, кто бы вам говорил «нет» в конце вашей беседы с ним, он будет в ваш кошелек приносить деньги. Как вам такая идея, чтобы все отказники вам дали денег? Вот без разницы. Из Гербалайфа, из МВЭя, Феберлика, финансовые разные пирамиды, матричники, да без разницы, в каких они работают в проектах, чтобы они вам дали деньги. Цель любого человека, придя в интернет, зарабатывать. Да, мы работаем в своих проектах, мы абсолютно из разных здесь проектов собрались. Вот нас 29 человек на данную минуту, да? Мы все из разных проектов. Но мы все здесь. И при активации в клубе мы делали активацию. Сразу скажу, кто у нас тут новенький, да? Что активация в клубе один раз 9-10 долларов. Пригласив первого человека, то есть показав нашу систему, первый же человек вам вернет эти деньги. Можете считать, что дальше вы уже в клубе. Ну, одни плюсы, да? Только денежки в ваш кошелек. Это дополнительный доход к вашему основному бизнесу, в котором вы развиваетесь не первый год. Итак, помощник отправил текст, да? В котором уже заложена, именно заложена ключевая фраза, по которой он готов с вами встретиться. Ну, обычно второй, второй контакт мы не отдаем помощнику, мы его делаем сами. То есть, в зависимости от того, что нам человек написал, мы с ним предлагаем встретиться, да? обговорить. Вот то, что он вам написал, обговорить это голосом. И вот, что же делать нам, когда, допустим, вам приходит текст. Да, я работаю в интернете, у меня прекрасный проект, пошли ко мне, у меня тут круто, и вообще я самый крутой, круче только яйца бывают. Ставьте мне цифру 3. Кто получает такие постоянно предложения в бизнес? То есть, вам кидают бизнес-предложения. Неважно, летит оно спамом, или оно летит, когда уже вы с человеком разговаривали, да? То есть, вот такой текст прилетел. Что с ним делать? Ребят, порадоваться. Порадоваться. И написать человеку следующие слова. Берите карандаш и делайте себе пометки. Еще раз сказала, что видео будет в записи в нашем гостевом чате. Но карандаш, знаете, лучше острой памяти. Так что пишем. Мы этому человеку пишем. Слушай, там, Вася, Галя, Маша, Мария Петровна, Как здорово, что мы с тобой сегодня работаем в интернете. Это здорово, что у тебя такой классный проект, и ты меня зовешь. Но чтобы мне присоединиться к твоему проекту, я бы хотела с тобой сначала поговорить голосом. И задайте вопрос. Нам удобно общаться здесь, ВКонтакте, или перейдем? Куда вам там перейти? В скайп, Телеграм, Ватсап, Вайбер. Вы задаете вопрос человеку, где ему удобнее с вами будет общаться. То есть, вам нужно получить ответ «Да, давай поговорим». Вы получаете ответ «Да, поговорим». Дальше вы уже не ждете его звонка, вы просто смотрите, если он находится в сети, вы делаете звонок. И вот здесь начнется самое интересное, потому что человек вам сделал бизнес-предложение, или, допустим, он вам отказал, если вы делали бизнес-предложение. Здесь неважно, с какого мы бока заходим, да, суть в том, что человек, ну, разберем сегодня вариант, когда человек вас звал в свой бизнес. Вот этот возьмем. Никогда вы приглашаете, а он говорит, нет, не пойду, у меня свой проект. Ну, в принципе, это одно и то же, ребят, вообще одно и то же. То есть, если он вам сказал, что у меня свой проект, вы начинаете что говорить? Вот прямо смотрите, ситуация, да, у нас первый столбик вопросов. Или человек вам скинул спам, вы ему сказали, слушай, как круто, что мы с тобой в интернете, классный у тебя проект, давай поговорим. Это одно и то же. Идет звонок, первые, как всегда, первые слова приветствия, комплимент обязательно, да, и дальше мы говорим, то есть, вы уже сходили к нему на страничку, к разговору, к такому звонку вы все равно готовитесь, вы заходитесь на страничку и смотрите, в каком он проекте, что у него там, бабочки летают, скрины с доходами летят, где он там, аль-маркетинг, да, живая очередь, чего там у нас сегодня гремит, да, этих, бифри, компания очень много гремит. Вы уже посмотрели, где он, в каком проекте находится, вы немножечко уже ориентируетесь, о чем будет речь, куда вас будут рекрутировать и порадуйтесь за него уже голосом. Давайте я сейчас просто вам проиграю такой диалог и вы поймете суть этого диалога. К примеру, я звоню и говорю, Алена, привет, ну вот мы с тобой ВКонтакте списывались, договорились с тобой поговорить голосом. Ален, я сейчас прямо нахожусь на твоей страничке. Ребят, у меня всегда открыта страничка, и я смотрю, с кем я говорю. Я могу говорить по телефону, да, то есть звонок сделать с телефона, но у меня будет экран открыт, и я буду гулять по ее страничке. Мне нужны лид-магниты, то есть мне нужны крючки, которые смогу я закинуть в диалоге с ней. И диалог будет всегда в тему, потому что я буду говорить именно то, что я вижу, а она же знает, чего у нее на страничке. Обычно я веду диалог так. Слушай, вот я сейчас прямо нахожусь на твоей страничке, вот я вижу, что ты вот в этом проекте, слушай, ну классно, у тебя тут искренов столько, вообще замечательно. Скажи мне, Ален, ты как там давно? Смотрим на вопросную технику. Я работаю по вопросной технике. Как ты давно уже в этом проекте? Неважно, что вам человек отвечает, вы снова говорите, то есть круг согласия работает у нас практически на каждом соприкосновении с человеком. Замечательно. Слушай, ты уже там три месяца. Скажи, пожалуйста, у тебя уже наверняка и партнеры первые пришли. Слушайте, сразу же, я всегда говорю, скотч на рот и молчите. Слушайте, что она вам говорит. разные варианты. Кто-то вам говорит, да, у меня уже в команде там 20 человек. Кто-то говорит, у меня два, три. Ваш следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот из такой большой команды твоих личников сколько? Вам надо узнать, сколько она лично пригласила в этот проект. Вам человек говорит, у меня пять личников. Опять. Ой, здорово. То есть у вас есть какие-то такие технологии, которые позволяют отработать, строить команду, не тратить на это время и опять молчите. И вот здесь вы начинаете слышать ту ситуацию, в которой находится человек. Он вам сам все расскажет, все сам рассказывает. Ребят, вот они начинают там все-все рассказывать, что у них там происходит. Я только слушаю внимательно и потом себе беру на карандаш те моменты, где у них ну где у них так сказать беда. Я прощупываю боли, когда мне человек говорит, у меня в команде пять человек. Я говорю, слушай, как круто. Скажи, пожалуйста, а твои вот пять человек, они, наверное, тоже уже каждый там по пять, по десять привел. И вот здесь вам человек сам расскажет. Да нет, у всех по-разному, кто-то вообще не может. А мы ситуацию с вами прощупываем. Вопрос на техника, смотрите. Ален, а почему у них не получается? У тебя же получается, они что, тебя повторить не могут? То есть я опять начинаю копать. То есть я рою, рою. Знаешь, как говорят, я лезу под рубашку, вот я просто лезу, нагло туда лезу. Мне человек говорит, ну вот, лентяи они, то и все, и пятое, и десятое. Я говорю, слушай, Ален, а может они просто не знают, где брать людей, у них, наверное, проблема с трафиком. То есть мы с ней просто говорим про жизнь. И когда я понимаю, что у людей проблема с трафиком, они не знают, как разговаривать, они знают, как выстраивать. Я к этому веду, ребят. Клуб дает две возможности. Он дает отличный, качественный трафик и обучает ваших партнеров выстраивать доверительные отношения. вы не тратите время ни на поиски, ни на обучение. Ваши партнеры точно так же придя в клуб к вам, они получат большущий трафик, научатся работать с трафиком, и их будущие партнеры будут обучаться по этой же системе, а вы все вместе не тратите на это время. Это очень круто. Это очень серьезно и очень круто, когда у вас обученная команда, а вы на это не тратили время. Но опять, совсем уж не тратить нельзя, потому что с командой нужно работать, надо уметь выстраивать доверительные отношения с партнерами. И когда ваши вот эти люди, которые приходят с интернета, это вообще холодный рынок, и когда у них начинают идти люди, а он в этом интернете сидит там год, два, три, а у него там в первой линии три личника, этот человек в голове у него сразу же появляются мысли, а в каком же бизнесе ты, ты меня послал в клуб, какая здесь твоя выгода? Эта мысль всегда посвящает любого человека, у него пошел трафик, он сразу начинает интересоваться, а куда же ты-то трафик ведешь? Ну, он же ведет в свой бизнес, вы в свой, значит у вас какой-то бизнес есть, и вот здесь наступает ваш момент, когда ваши крылья расправляются, и вы рассказываете о своем прекрасном проекте, сколько людей уже дал помощник, как растет ваша команда, какие у вас доходы, но вы не забываете еще и говорить про дополнительный доход в клубе, потому что мы можем зарабатывать на отказах, вот смотрите, я сейчас уже диалог ушла, увела далеко, да, то есть уже пошла вообще вот там, когда что там уже происходит, давайте вернемся к началу диалога, наша с вами задача узнать боли этого человека, и в зависимости от них пригласить его лишь всего лишь на информационную встречу, где он увидит систему, которая поможет ему сегодня, или поможет его новичкам получить трафик, и получить обученных партнеров, я всегда говорю, а мы все про наши любимые шпинзолеты, трафик обученные партнеры, трафик обученные партнеры, на сегодняшний день это тренд в интернете, это главная большая головная боль каждого человека, кто приходит работать, система автоматизации, как у дурака фантиков, весь интернет забит, вам везде предлагают разных чат-ботов, воронки продаж, вам говорят, что давай, вот делай, у тебя будет автоматизация, вот тебе один софт, вот тебе еще один, этих программ море, друзья мои, трафик вы можете создать и зайдя, допустим, на сервисы такие, как топ лидер, спиаринбис, лидер пиара, их море, вы будете платить деньги, хорошие деньги, там 15, 20 долларов в месяц, чтобы эти сервисы вам приводили людей на вашу страничку, но сегодня никому не секрет, а где они возьмут этих людей, у них наверное там какая-то поисковая система стоит, да нет мои дорогие, к вам на страничку придут участники этого сервиса, потому что они пришли в этот сервис, чтобы найти вас, вот им этот сервис вас как новичка сразу и привел, вас к нему, их к вам, ну вот и рекрутируете друг дружку, а если подключите две-три странички, везде придут одни и те же люди, будете рекрутироваться друг дружку на трех страничках, наш помощник работает на трех страницах, но каждая страница настраивается самостоятельно, вы даже можете запустить разные направления, ну к примеру, у вас шикарнейшая компания, где вы продвигаете продукт, вы можете настроить свой клиентский чат, и куда помощник будет каждый день вам приводить от 40 покупателей на вашу замечательную продукцию, об этом мы будем завтра говорить, система больших продаж у нас завтра, вы можете настроить одну страничку на один проект, вторую страничку на другой проект, если вы в нескольких проектах, и настроить так, чтобы он вел именно аудиторию уже целенаправленно, и развивать два проекта, если вы можете работать одновременно в двух проектах, ну с таким помощником, конечно, будет проще, я вот не сторонник развиваться сразу в нескольких направлениях, потому что это сбивает концентрацию, легче достичь результата в одном направлении, чем сидеть на двух стульях, но сегодня очень многие подключают себе второе направление, допустим инвестиционное, где не обязательно много приглашать людей, да, там деньги делают деньги, ну имеешь ты дополнительный доход, ну так вот помощник тебе там одного, двух, трех инвесторов приведет, ты сидишь и радуешься, да, небольшой объем работы, потихоньку там что-то шуршит, а вот на другом аккаунте, там я в сетевой компании, да, тут я шуршу на 100%, можно и так, то есть у каждого свое, как говорится, да, каждый выбирает для себя оптимальный вариант, но я вам скажу, ребят, что с нашими инструментами вы сможете достичь любых показателей в бизнесе, опять, причина есть, это очень узкий целевой трафик, то есть выборочный трафик вашей целевой аудитории и вашей обученной команды, это то, что вам дает клуб, ну а сейчас вот просто мне возьмите, да, и поставьте мне по десятибальной шкале, вот такая информация, она вам всем подходит, вот по десятибальной, насколько вам такая форма работы подходит, вот ставьте мне прямо по десятибальной шкале, кому-то на два, кому-то на пять, кому-то вот вообще это вот действительно это мое, это здорово, почему я разработала вам пять систем, пять систем это как раз пять целевых аудиторий, и пройдя наш тренажер, вы научитесь работать с каждой целевой аудиторией, вот сегодня мы только разобрали с вами, да, что делать с отказами, да, что делать, зарабатывать на них надо, нужно просто научиться с этими людьми разговаривать, и вот эти диалоги, постоянно эти диалоги, мы отрабатываем каждый день на нашем, на нашей планерке, то есть уже внутри клуба на планерке мы отрабатываем любые варианты, кто там, что вам говорит, мы рассматриваем эту аудиторию сразу же, и выстраиваем отношения. На тренажере мы каждый день даем направление одно из пяти и уже конкретно показываем, как в этом направлении развиваться, но полный разбор полетов, еще раз объясню вам, он происходит внутри команды на планерке каждый день в 10 по Москве, и у вас возможность быть каждый день 10 часов на планерке, разбирать любые вот то, что вам там пишут, то, что говорят, в какие тупиковые ситуации заходят ваши диалоги. Вот, ребят, вы только представьте, как очень быстро вы наберетесь опыта, когда разные люди свои варианты говорят, да, вот мне там мама в декрете вот так сказала, что ей отвечать, или вот мне инвестор задал такой вопрос, как в этой ситуации быть. Вы наберетесь этого опыта очень быстро, и вы начнете, как золотая рыбка плавать между этими рифами, не задевать ни один. Вы начнете работать со всеми пятью аудиториями, и это высший пилотаж для вашего бизнеса. Если ваши партнеры это тоже будут уметь делать, то только себе возьмите и представьте, в какой арифметической прогрессии пойдет построение вашего бизнеса, на какие доходы вы сможете выйти, когда ваша команда растет. Мы запустили нашу систему девять месяцев назад. Сейчас мы ждем тысячного активного участника в клубе. Мы подошли к тысячному рубежу. И возможно это кто-то вот один из тех, кто сегодня подсоединится к клубу. Мы не знаем, когда наступит этот момент. Но этот момент наступит и наш тысячный участник клуба получит личный коуч от длинниковой Ольги по настройке его бизнеса. И наставник, кто пригласил этого человека в клуб, тоже получит полный аудит его бизнеса. Неважно какого бизнеса. Бизнеса. полный аудит, то есть это полная настройка, проверка, как ты настроен, как у тебя работает все. Больше того я скажу, что сейчас возможно таких счастливчиков будет 10 человек. 10 счастливчиков. И среди них разыграется вот такой сюрприз, такой подарок. Вы знаете, сегодня клуб это действительно удивительное место, где любой сетевик, то есть мы вообще, ребят, не обращаем внимания, у нас запрещен рекрутинг внутри, у нас нет рекрутинга внутри клуба, никто не будет за вашей спиной рекрутировать ваших людей. Это вот как сейчас у меня скайп увели, да, и начнут с моего скайпа рекрутировать тех, кто у меня на скайпе. Пожалуйста, блокируйте мой скайп, блокируйте его в черный список, блокируйте и удаляйте, чтобы у вас через мой скайп не увели людей. Не дай-то бог, вы пойдете по каким-то ссылкам, которые будут идти от моего имени. Все блокируйте, все в блокировку. Массовый бам. Поэтому я везде на всех своих социальных сетях, на всех страничках, везде, где я когда-то публиковала свой скайп, везде поставила предупреждение. Но я знаю, что в эту ловушку все равно попадут очень много людей. Но я сейчас стараюсь защитить партнеров клуба, чтобы вы эту ошибку не сделали, потому что вы у меня в скайпе и на доверии ко мне вы пойдете по тем ссылкам, которые вам пришлют. Блокировка тысячу раз. Я, наверное, неделю буду говорить про эту блокировку. Новый скайп я открыла, но работать я в скайпе не буду. Мы будем работать с вами в нашей виртуальной комнате здесь. Мы будем работать в телеграм, потому что в телеграме также групповые звонки, как в скайпе. Раз у нас все обучение в скайпе. Мы будем работать в телеграме. Итак, я готова вам ответить на все ваши вопросы. Давайте-ка я сейчас посмотрю. Вы мне может что-то писали кто-то из вас? Любые вопросы вы можете мне задать. Кто хочет голосом можете мне поставить в чате задать вопрос голосом? Напишите, я вам включу микрофон. Микрофоны включаются очень легко. Так, сейчас я посмотрю, кто у нас здесь из наших. Так, Виктор, фамилии не написано, Виктор Хабаровск, я не знаю, кто это. Виктор Виктор Хабаровск написано Российская Федерация, я вам включила микрофон. Включите микрофончик. Камеру я вам выключу. А, они вместе включаются. Хорошо, я вам включила микрофон. Над моей фотографией у вас стоит микрофончик. Включите его. Ребят, здесь все просто. Можно включить и камеру, и микрофон. Мы вас будем не только слышать, но и будем видеть. Вопрос просто в том, что люди отходят от микрофона. Это часто бывает. Подключились в группе, слушают, а сами занимаются своими делами. Это я тоже знаю. Так, ну, видите, Виктор не отвечает. Ну, что делать? Не отвечает. Не хочет с нами разговаривать. Так, сейчас я почитаю, вообще ничего не слышу. Лидия, ну, Лидия, не слышите, это нужно вам просто громкость покрутить. У вас же, вот смотрите, где моя фотография, у вас с правой стороны бегает бегунок. Громкость. Ну, так увеличите и будете все слышать. Или перезайдите, то же самое, как один из вариантов. Так, у меня нет ни камеры, ни микрофона. Ну, Маргарита, нету, ну, бог с ним, значит, печатайте. Вы же написали, что у вас нет. Значит, вы можете письменно задать вопрос. Так, вот у меня подключился Виктор. Виктор, Поровенко, включите ваш микрофон. Ну, вот видите, Виктор подключился сразу же. Вот точно так же, когда вы нажмете на микрофончик, мы сразу вас услышим. Виктор, как меня слышно, как видно? Замечательно, вижу полностью экран и слышу замечательный звук. Есть, внизу вы можете картинку регулировать, там плюсики-минусики у вас есть, которые, если вам надо текст увеличить, вы можете ее увеличить, соответственно, и добавить громкость. Да, то есть, эта комната, она очень проста в управлении, но даже проще, чем наш скайп. Если, конечно, у вас вот нет, как у Маргариты, микрофона и камеры, ну, ребят, да, все, ну, у нас у каждого, как говорится, но это уже проблемы каждого, да, человека, не наши. Вот, поэтому, так, Алексей, нет звука, не слышу. Алексей Вахрушев. Ну, опять вот, ребят, пройдите в настройки и посмотрите, почему у вас нет звука. Здесь же все проверяется. Кликните на свой микрофон и проверьте, как у вас идет звук. То есть, это уже могут быть какие-то неполадки на компьютере, то есть, где-то отключено, где-то еще что-то. Настраивайте, это ваш инструмент, это ваш бизнес. Мы вам предоставили сегодня одну из лучших площадок для проведения встреч. Вот наша комната, это один из лучших ресурсов в интернете. Мы за нее платим очень хорошие деньги. И комната отвечает всем требованиям, которые только можно предъявить к таким площадкам. Я могу одновременно дать доступ к вам, к микрофону. 30 человек могут одновременно включить микрофоны. Но нам эта каша не нужна. 30 человек одновременно будут говорить, да? Вот. Поэтому микрофоны все равно включаем по очереди. Так, давайте мы тогда с вами сегодня будем завершать. Завтра мы с вами будем говорить про построение больших команд, но только уже через через продажи продукта. Продукт, как правило, это первый доход в компании, в которой продвигают какой-то товар. То есть это первый доход у любого человека, который приходит в проект, где есть продукция. Ну вот мы завтра будем говорить. Как же сделать так, чтобы у вас было много продаж, чтобы со временем люди к вам сами приходили, и просили ваш продукт. Есть целая система именно больших продаж через интернет. Мы планируем, что в феврале, я не могу говорить, какого числа, будет запущена система больших продаж, и каждый человек может потом попасть на это обучение. Оно будет платное. Сразу могу говорить, что это обучение будет платное. Но это будет полный разбор полетов вашего бизнеса, ваших баночек, ваших всевозможных продуктов. Но завтра мы будем говорить, как, используя нашу систему, как ее настроить, чтобы у вас были продажи. То есть как привлекать покупателей. То есть завтрашняя наша тема. То есть диалог, что им говорить, чтобы они захотели прийти к вам и познакомиться с той продукцией, которую вы продвигаете. Продолжение следует...